Приветствую вас, и если отвечать вам коротко, то да, возможно. Возможно влюбить в себя мужчину, если у него есть прям легкий интерес, потому что абсолютно любые чувства с чего-то начинаются. В вашем случае начало уже есть, то есть вы не только в отношениях, но вы как-то вот связались друг с другом, я имею в виду, и, соответственно, контакт у вас уже есть. Значит, ситуация по большому счету заключается в том, что для того, чтобы мужчина влюбился в вас, вам нужно сначала понять, какой это мужчина, что он из себя представляет как мужчина, что ему нравится как мужчина, опять-таки. Что его привлекает как мужчина, опять-таки. Если вы сможете это понять, если вы сможете это увидеть, то вы сможете дать ему почувствовать себя этим самым мужчиной, каким он хочет быть, каким он желает быть. И, соответственно, он захочет быть с вами, потому что вы даете ему то, что не дает никто, никто больше. Вы только подумайте, никто в целом мире для этого мужчины не дает больше, чем вы. Но для этого вам, в свою очередь, конечно, надо бы понять, какая вы женщина, что вы представляете из себя, как женщина. Это тоже очень важный момент. Если вы сможете идентифицировать себя как женщина, вы сможете понять, увидеть, какие у вас достоинства, какие у вас сильные стороны. И тогда, когда и если вы это увидите, вы сможете, это дать мужчине. и он уже будет, ну, соответственно, либо вас принимать, либо нет. И вот если он вас, грубо говоря, грубо говоря, если он вас не примет, если по-прежнему будет, ну, у него будет легкий интерес. Даже после того, что вы, например, для него сделали, да, ну, то, что вы, если вы показали ему, что вы хотите, если вы дали понять ему, все вот это вот между вами уже есть, то есть вы знаете, как ему нравится, вы знаете, как ему хорошо, все вот это происходит. И если мужчина при этом все равно держит вас на расстоянии, значит, ну, значит, это не ваш мужчина, не ваш человек. И тогда такого человека нужно отпустить. Отпустить. Да. Потому что в противном, в противном случае, в противоположном случае вы будете мучиться, вы будете переживать. Вот. И соответственно, ничего как хорошего не получится из того, что вы делаете. Это все. То есть, нужно понимать, что если мужчина, например, ну, вот, грубо говоря, да, любит, когда женщина ему подчиняется, вам нужно показать, что вы готовы подчиняться, что вы готовы, там, ну, уступать человеку, да, что вы готовы делать, в принципе, все вот эти вещи, вы готовы. Но и мужчина тоже должен быть готов со своей стороны для вас делать какие-то вещи так же. А если не готов, то вы, соответственно, ну, не будете с ним никак взаимодействовать. Ну, или отдалитесь от него. Столько, чтобы он понял, что, ну, например, да, что перешел черту, допустим. То есть, тут в этом плане, в этом плане, на самом деле не сказать, чтобы все слотно. Вам просто нужно понять, какая вы, вам просто нужно понять, кто вы, вам просто нужно постараться увидеть себя. Как бы, ну, позиции, в гендерной позиции, да, то есть, что вы себя представляете. и все, к большому счету, больше от вас и не требуется, на самом деле. Вот единственное, что нужно, это быть собой. Но понимают так же, что не бывает стопроцентных случаев, не бывает стопроцентного результата по данному моменту, да, то есть, чувства могут быть, могут не быть, к сожалению. по отношению, вот. Но если вы настроены искренне по отношению к человеку, к человеку, да, то я полагаю, что шансы высоки. Могу сказать, стопроцентно, но высоки. Дальше. Вы сказали о том, что хотели бы, чтобы мужчина был, ну, там, с вами, да, и так далее. Вот. У меня вопрос. Зачем вы откуда такое желание? Почему вы хотите этого? Почему вы хотите, чтобы мужчина был с вами? То есть, для чего? На мой взгляд, это очень важно понять, для чего вы хотите, чтобы мужчина был с вами? То есть, если он вам нужен для чего-то, нуждаемость, если вы чувствуете нуждаемость в нем, то нужно разобраться с тем, какова природа, какова природа этой нуждаемости, то есть, с чем она связана эта нуждаемость, что из себя представляет нуждаемость эта. Не могли бы вы ее удовлетворить самостоятельно нуждаемость, чтобы не быть зависимой от человека, ну, от мужчины, чтобы не быть от него зависимой. Больше, чем это нужно, понимаете? вот так я бы сказал, вот так я бы сказал. Если что-то такое есть, да, если какие-то такие все-таки моменты имеются, да, то тогда лучше, конечно, будет, если вы не будете спешить в этом, в этом, ну, в этом вопросе, будет лучше, если вы сперва все-таки как бы, ну, станете более независимой, да, то, чтобы вам эмоционально от человека не зависеть, никак, ну, вот, а после уже совершенно спокойно могли бы вступать в отношениях. То есть, прежде чем вступать в отношениях, позаботьтесь о себе, позаботьтесь о своем покойстве, о своем, ну, я не знаю, равновесии, о своем, о своей психической устойчивости, в конце концов, вот. ибо навредить себе, навредить себе, ну, очень легко. Знаете, вот, очень просто взять и себе навредить. Потом, потом будете кусать локти и обижаться на мужчину, я не думаю, что вам это нужно. вот, я думаю, так. Не буду скрывать от вас, да, не буду утаивать, мне показалось несколько прозрительным, что вы хотите мужчину, как бы так, сказать, помягче, да, ну, может быть, за Аркани, да, вот такие вот правы. Вот. Это, конечно, ваше право, безусловно. Вот. Но я бы все-таки рекомендовал бы подумать о том, для чего. Для чего и на что будет направлена ваша активность или на кого будет направлена ваша активность, если вы, ну, допустим, если вы будете с этим человеком. направлены, потому что если активность будет направлена на вас, а не на мужчину, есть очень большая вероятность, что ему это быстро не понравится и он от вас отдалится. я думаю, так, можно вам ответить на вопрос, на ваш вот, надеюсь, что это было полезно, постарался максимально полно раскрыть проблематику, старался максимально полно раскрыть проблему, но сложно сказать, получилось ли это или нет по такому общему вопросу, тем более, что вам наверняка хотелось бы чего-то более такого определенного, вот, скорее всего, но определенного к сожалению, здесь ничего нельзя сказать более определенного, так что отношения, отношения между людьми, а там, где отношения между людьми, там всегда присутствуют человеческий фактор, вот, а человеческий фактор предугодать практически невозможно. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь вам, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше, желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!